Проходит школьное первенство только второй раз подряд. К концу учебного года в этом зале собираются те, кто точно знают, что останутся в этом виде спорта надолго. Опытные атлеты к таким соревнованиям не допускаются. Они сегодня не выступают. Мы даём шанс выступить более молодым, чтобы не было, как говорится, завоёваны первые места только сильнейшими. Многие ребята занимаются самостоятельно. Естественно, без знания техники высоких успехов не достигнуть. Школьников в округе тренируют несколько инструкторов. На таких соревнованиях они и пополняют секции молодыми спортсменами. Тренера смотрят новых ребят, которые пришли, допустим, первый раз, или где-то в школе занимаются самостоятельно, или в домашних условиях занимаются. И как бы тренера уже, которые тренируют профессионально, они уже ведут как бы отбор и уже присматриваются к тем ребятам, которые пришли первый раз. В весовой категории 60 килограммов первое место занял ученик 28-й школы Иван Землянко. В самой многочисленной категории 67 килограммов лучшим стал Александр Старцев из Новонекольска. А в самом тяжёлом весе свыше 75-ти золото завоевал Никита Нидбайло из 32-й школы. В женской группе выступала только одна спортсменка – Элина Волошина. Изначально я сюда пришла, чтобы поправить себе фигуры, чтобы держать себя в форме. А потом меня Иван Григорьевич уговорил на соревнованиях. Подумал, думаю, ну ладно, можно один раз. Ну и потом стала готовиться, вот мне многие там помогают, многие консультируют. И в итоге вот получается. И с каждой тренировкой просто чувствуешь какой-то результат, то, что ты возрастаешь, силы появляются всё больше и больше. И из-за этого становится всё интереснее заниматься. Лучшие из школьников будут включены в сборную Уссурийска для участия в официальном первенстве края. Состоится оно в конце апреля в Арсеньеве.